Работа не прекращается ни на минуту. Очаги тлений обрабатываются 24 часа в сутки. Этот участок один из самых проблемных в Братске. Коттеджный микрорайон Галачинский. Здесь ликвидирован один из самых крупных пожаров. Его площадь составляла 100 гектаров. Проблемная территория закреплена за сотрудниками МЧС России по Томской области. Михаил Сатлеткин говорит, что основная трудность в том, что огонь не горит на поверхности, а отлеет в слое перегноя. Кажется, что дымится сама земля. Приходится патрулировать землю с ранцевыми огнетушителями. Работа очень кропотливая, но необходимая. Проливка. Очень большой толстый слой подстилки. То есть просто так не прольешь. Приходится разгребать, разбирать. Кто хорошо работает, тот плотно ест. В штабе по тушению пожаров начался обеденный перерыв. Здесь и сотрудники МЧС, и просто обычные жители Братска. Добровольцев более полутора тысячи человек. Люди разных возрастов и профессий. Все как один, не задумываясь, вышли защитить свой город от разбушевавшейся стихии. Прошли впереди нас еще были МЧС, прошли, а мы уже остаточные явления, которые под землей на полметра еще все истрица. Поэтому мы благодарим, конечно, тех, кто приехали из других городов нам помогать. Это то, что беда была большая. Пожаротушители в отличном настроении. За добросовестный труд их наградят. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Мезенцев. Глава региона приехал сюда сразу из аэропорта Братска. В ходе визита Дмитрий Мезенцев сообщил, что фонд премии для ликвидаторов ЧС в Братске увеличен до 8 миллионов рублей. Уже вечером на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор дал поручение собрать информацию о тех людях, кто сделал все для того, чтобы огонь отступил от Братска. Не за деньги, не за награды пошел в лес помогать профессиональным пожарным бороться с огнем. И, в общем, победил. И своему городу показал, что у города есть замечательные люди, сплоченный, громадный, 250-тысячный коллектив Братска. Да, этот город попал в беду, но мы все вместе вытащили город из этой беды. Находясь в Братске, губернатор Дмитрий Мезенцев принял решение осмотреть масштабы бедствия на вертолете Ми-8, облетел Братский район. На сегодняшний день, по данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, в Братском районе действует три лесных пожара на площади почти 800 гектаров. В прямом смысле на горячих точках работают почти 500 пожарных. На профилактические мероприятия и дотушивание остаточного тления привлечены 900 человек. За день самолеты совершили 49 сбросов воды общим весом 670 тонн. Кто виноват в том, что случилось, это предстоит решать следствию. Но уже известно, что по подозрению в умышленных поджогах, начиная с 30 сентября, возбуждено 20 уголовных дел. Установлено 4 подозреваемых, задержано и устанавливается причастность в отношении 37 человек. В ближайшие 10 дней специальная комиссия оценит деятельность администрации Братска и района. По итогам проверки будут приняты решения. Не исключено, что они станут для кого-то решающими. Такое решение принял Дмитрий Мезенцев на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ответят те, кто замешкались и не смогли мгновенно среагировать на возникшее ЧУЭС. На совещании губернатор обратился к первому заместителю начальника Сибирского регионального центра МЧС России с предложением об отстранении начальника Братского гарнизона МЧС Александра Зеленкова от должности. Напомню, в связи с пожарами в Братске это уже второе увольнение. Ранее глава региона предложил подать в отставку сетю-менеджеру города. Город теряет имидж, что городу сопереживают, но в то же время укоряют. И муниципальные власти, и гарнизон МЧС во всей стране. Это разве не основание к тому, чтобы не только по этому поводу, а по справедливой оценке отсутствия слаженности, отсутствия оперативного реагирования, отсутствия взаимодействия в оценке ситуации, в принятии безотлагательных мер, которые распустили пожары в лесном массиве Братска. Разве это не основание к тому, что те решения, которые приняты считать безусловными и правильными? Я думаю, основание. По предварительным прогнозам специалистов, действующие пожары должны ликвидировать сегодня. И тогда, через неделю, дымка рассеется бесследно. И Братский район, где проживают 62 тысячи человек. И сам город Братск с населением более чем 250 тысяч человек. Наконец-то вздохнут с облегчением. Стоит отметить, что по сравнению с прошлой неделей, воздух в Братске стал намного чище. Дымовая завеса потихоньку отступает от города. И по данным, которые приводит гидрометеоцентр, на сегодняшний день уровень предельной концентрации оксида углерода не превышен. И сейчас в Братске начался дождь. И пусть мелкий, но очень нужный не только жителям города, но и района. Ирина Гапончик, Николай Крупченко. Новости сейчас.